Почему у вас такой бардак? Почему вы травите детей? Потому что у нас нет людей, и мы не успеваем... А, то есть вы дальше будете травить детей, правильно? Нет, постараемся. Постараетесь не делать. А что вы сделали для того, чтобы это не делать? Это у вас не первый раз уже, по моей информации. Ну, что теперь сделать? Умереть от этого? То, что у вас на полках валяется просроченный товар, и вы не хотите его пробивать. Законы почитайте хорошенечко, и потом уже на основании этих законов приходите и проводите свои мошеннические действия в целях обогащения. Мошеннические действия. Я присяду, пожалуйста, на магазин круглосуточный. Не мешайте покупателям обслуживания, покупки не мешайте. Спасибо. А куда вы сели, молодой человек? Вы меня только что разрешили. Вот сейчас я напишу заявление, скажу, что видео у меня зло не покажут. А в каше не подать деньги, тысяч рублей. Встаньте из заказа в узла. Из заказа в узла встаньте. А я же умирал, получается. Встаньте из заказа в узла. Нет, я жду полицию, все, пусть меня арестуют за то, что я что-то украл. Прелест. Да, у нас здоровье прибавляется. Кто я? Больной силой. Больной? Отравился. Да, я больной. Расчетный косвозь, на котором сидят материально ответственные люди. Он очень ответственный. Я вам ответственно заявляю, что это ответственный человек. И вы не можете выкладывать. Ой, слушайте, закройте лучше вот не надо. Вот не надо этого говорить. Это глупости вы сейчас говорите. Я вот считаю, что вы сейчас... Я не слышу вас абсолютно. Вы какие-то глупости несете. Мне вот это вообще не нравится, то, что вы сейчас говорите. Какой раз... Все, ничего мы не слышали. Неизвестный человек какой-то подошел. мы бы рады как чтобы нам продали один человек туда стоит другой сюда да понял вот терпение нам это нам было для меня как для юриста самопровозглашён знаете вот такие условия нам нам не нравятся а вот там продолжает видите травить до сих пор а ваш леонид не побоюсь этого слова он куда-то спрятался только на телефоне сидит мы ему подскажем если он что-то не так вот прекрасный да есть у нас человек который окажет любую юридическую помощь можно бесплатно а мвд мне за нее потом заплатит вот есть надежда да вот у нас маленькая чем появилась надежда а есть у нас большая такая печаль надежда и обратная как антоним как безнадёжность безнадёга вот к нам пришла безнадёга вы наша безнадёга двойная какая вы безнадёга даже боюсь вообразить свое воображение а вы не бойтесь все свои бурные фантазии можете смело высказывать какая молодежь бы я старший раз я вам в отцы гожусь а вы такое меня заявляете что не нужно меня умолять их на колени стоить тоже не следует но вопросы простые человеческие я могу и услышать и ответить это тележка не приобретенного товара вот еще конфеты будет изыматься и да и вот эти конфеты также приобретенный товар там множество именно приобретенного уже и там да там где-то тоже люди ну я согласен да мы этого и ждем просто смотри какой поток людей они же покупают до сих пор вот я сказал я пять часов уже приобрела один одну покупочку сделал а сейчас сколько у нас время не знаю уже уже два часа с лишним я тут я говорю надежда наша пришла это вам не векусик я просто сейчас не могу здесь остаться физически потому что нужно приближать всем уважением и вам вы нам тут в принципе не были нужны но если вы помогли понимаете то что у нас как бы замешательстве находился сотрудник и я не думаю что прошло хорошо надежда надежда можно можно вопрос потом весь замешательство ничего не умеет ничего не может ну не умеет не может но но он умеет запрещать его выкладывать там всякие интернеты откуда это от это первое что научили в школе вот это меня смущает больше то есть ничего не умею не делал а вот запретить это пожалуйста и 19 3 еще не хватало ну да он не умеет к сожалению это все к сожалению я ждал когда потребуется не будем говорить о профессиональных способностей каждого сотрудника не вам его судить не вы его набрали на дождите а человек не однократно его судила согласен надо пустите леонида и не разговаривать о нем все спасибо большое приобретенные а те да я вам еще раз говорю уберите оттуда тележку да я хочу купить не желаю право купить может принести вред жизни и здоровью граждан там полно мясного которые на месяц просрочены на полтора на два как бы это не казалось смешно это же на продукты для нас для взрослых его позвонки нам идут к нам новые здравствуйте 1834 знакомы наш надежда на светлое будущее вам он не знаком этот человек вам не знаком вот так поздоровались просто просто в данный момент у вас получается должен вам оказывать помощь роспотребнадзор мы не имеем права я купил я купил не имеем права возвращать леонид давайте вам распишу мы сообщаем вам о преступлении до преступление по части 2 статьи 238 а именно потому что детское питание и прочее извини звонок важнее преступления где давайте деньги мне вот у меня не дают идите сделайте мне возврат вот вам чек дайте мне деньги чего вы мне только посылать на кассу и стоит я не даю и надежда улетучилась мы примем материалы отправим вы говорите то что продается просроченный товар данном магазине компетенцию сотрудника полиции мы не имеем права изымать мы только можем собрать с вас заявление объяснение да по данному факту мы сделаем осмотр и осмотра материал будет направленного распотребнадзор так как изымать данную продукцию мы не можем в рамках процессуальном действии вы не можете изъять приметы и которые просрочно относятся компетенции роспотребнадзора вы готовы написать заявление я уж подал это конечно дело в том что вот такой молодой сотрудник будет привлечен дисциплинарной ответственности если он сейчас от ниже давайте начнем с того то что вы напишите заявление вот зачем сейчас ходить в принципе то вы сейчас не являетесь заявителем так что за его преступление человек я еще раз будьте любезны написать заявление своем из заявлении вы изложите все факты как то что заявила преступление человек при всех я еще раз давайте мы это все зафиксируем почему пускай почему не записывает как только он подошел вам предложил пускай он записывает протокол принятия устного заявления несет за объяснение кому давать причем тут объяснение объясни я не помню что вы хотите вы на стадии на том что сейчас вы сказали что все будет изъято вы сказали чем прежде чем чтобы товар был взять необходимо написать заявление а устного недостаточно мы можем принять устное заявление что он же зафиксировать давайте весь протокол вообще есть у тебя заявление нет у меня есть иконка все сейчас приедет урэм пускай выпишут заявление они хотят написать узкое заявление тоже будет регистрировать тебе кто-то дизайн-чайки дарить жуть я вот все таки надеюсь все таки дознаватель не решает этот вопрос потому что я понимаю то что вас вам в принципе то и заявление не нужно я просто вашу политику тоже поняла вам сейчас нужно наказать да именно и взять товар именно тем самым вы начинаете сейчас просто переходить границы когда бездействуют граждане которые могут это сделать то конечно да я не перехожу границы никогда иначе бы привлекли я именно мне судить я судьей являюсь заявлением и да протокол принятия банков почему а кто хорошо хорошо закон о полиции она зачем гости дать я расскажу основным основными критериями оценки деятельности полиции на сто является очень часто мне еще раз опускаться законополиция это поднятие квалифицированную помощь согласен да я жду я уже по дня жду чтобы данный товар был описан изъят и в дальнейшем для того чтобы лица должностные были привлечены к ответственности это нужно сделать должным образом это нужно сначала сначала написать заявление чтобы этот процесс разговаривал сказал мне не нужно ничего это не разные люди мне не одно лицо конечно если я одному из вас на ногу наступлю мне же не будет другую шить эту 318 правильно хорошо вот и мы все мы все но они наставили да провести проверку в рамках оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности то есть этот товар отправить на экспертизу чтобы он вернулся к экспертизе если смотрим если экспертиза пока что товар опасный то перенаправить по последствии в следственный комитет для принятия профессиональных решений в порядке 144 я же говорю а почему леонид не воспользовался я не слушаю почему вы изначально не явитесь в отдел и не на передач не написали заявление сейчас выйдет группа и тогда уже будем будете разговаривать извините хорошо да да у нас все таки маленькая надежда есть даже после вашего ухода я надеюсь что этот вопрос решится и все будет хорошо руководство этого магазина здесь находится а вот светленькая это заместитель управляющего там шуба еще ходит и такая большая шуба она я не знаю не представляется но явно выше вот этого заместителя видимо управляющая сейчас простите а вопрос вы им сейчас звонили вообще на горячую линию а они ничего нет вы доклады вообще у них нет выездных групп мы просто много раз сделали вот заместитель идет вот вам интересно сейчас звонить подожди конечно фотохантер вот на него подписывайтесь у него там детский контент все папа 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 все смотри мы надеемся секунду или вы уходите и непосредственно заявление сейчас лёнь мне нужно идти все мы можем все разобрать я надеюсь что вопрос решится и данная руководка магазина отреагировать на ваше говно уже отреагировали уже отреагировали уже отреагировали не соответствует полностью вот видите недовольны граждане покупатели я сейчас буду пробивать не знаю по чем а с какой ценник на ценнике 52 сейчас пробьем проверим если будет больше то мы сделаем так что будет 52 им придется это сделать а то мы опять кассы заблокируем а у нас наши вещички как бы не уехали там очень ценные вещи у вас ли ничего бланков этого смотришь ли у меня просто есть бланки объяснений да непосредственно если вы готовы дать осмотр не напишу осмотров просто у меня данной ситуации в дежурном части конкретно не предупредили поэтому ну именно что здесь происходит непосредственно если бы я знал я бы конечно бы взял с собой данные бланки а просто с адреса понимаете заявление пока напишу вам письменные письменные конечно давайте сейчас вашему ну там товарищу я не знаю понятно я ему вернусь я даже его не знаю понятно я старый больной одинокий человек пожилой вот сколько вам лет вон школьник вам ну я теперь стесняюсь после такой маленькой цифры я даже стесняюсь называть свою стеснительный депутат не расскажите секрет положил депутаты стесняются просто не депутаты не пугайтесь ну вернее не позорьте мое доброе имя да ну вот он потом ну это сок вызвала ну сейчас да подряд прованкается вымежусь еще хочу да мы буянико обычно не буяник обычно обычно ну обычно иногда бывает иногда провоцирует я в жизни никого не спровоцировал ни из-за меня ни одних противоправных действий никто не совершил а именно провокация а Климанов Климанов он сам а он по своей воле да я вообще его ты ему хоть передачки дошлиф нет давайте мы наверное куда-нибудь присядем чтобы удобнее было у вас вот это заявление а бланков нет заявления на А4 можно просто заявление писать ладно вон там столик есть пойдемте а значок-то где потеряли а значок у отдела кадров то есть не выдали еще не выдали еще на линию на линию ну да спасибо я не справлюсь спасибо на углу да на углу слишком заметно а сейчас я дать что происходит А4, да ты точно чмел? все давай все давай пистолет что пистолет тоже не выдали? он что подумал пистолет отсюда необходимо некие бланки получить чтобы ну получить надеюсь не по здоровью да нет у меня есть бумага короче у меня есть гаишник ну весь серозапад все экипажи кто экипаж и чем вооружены я могу информировать чтобы получить оружие нам необходимо как бы предоставить бланк первоначальной подготовки а он к сожалению выдается только в окружных управлениях а там очередь не всегда возможно попасть к сожалению по мне есть а то просто они кидаются иногда в диксито укажи в объяснение что все подробно указал в заявлении дополнили то что усматриваю в данном деянии признаки преступления по части 2 ст. 238 КОРФ проще привлечь виновных к уголовной ответственности будет а наличие было мне неинтересно эту тему говорить я нарушаю постоянно Павел Владимирович надежда запрещает выкладывать в подвече у меня телефон дали смысл в суд подойдите в суд и проиграете с позором просто и все на депрессия единственное для чего труппу хотел передать ее для того чтобы ее не выкладывать в интернет запрещает это и дело сотрудник полиции Вова кто там на тебя в суд пытался подать? Рудаков и как подал? 2 раза а почему 2? просто дурак мое оценочное осуждение о его способностях и что суд сделал с исками? что сделал? вернул обратно в том месте он еще у нас будет участвующим лицом вы будете делать или сейчас просто приедем? нет на бланке есть там что там там осмотр может куда еще будет я не знаю может быть я попросил не так что сейчас надо делать и все позвоните в дежурку зарегистрируйте заявление да и осмотрят неотложные следственные действия если что мы начальника снимем который скажет что это дежурный ну сначала дежурный начальник дежурный к сожалению дежурная часть предлагает пройти нам не нужен талон уведомлений нам не нужен талон уведомлений мы его потом получим просто номер скажете и все да я понимаю но вот меня отказывают в смысле отказывают это преступление да нет мне отказывают именно что предлагают пройти у него нет везде регистрируют потом вы уже передаете с рапортом это заявление денежки вернули в смысле тащите тогда это все туда это самое нет продукты нет вы им в любом случае их не отдаете вы туда вы нам их отдаете нет нет сейчас нет они будут изъят брать товар на карту вернуть они должны 3 часа сначала бегать в магазин потом еще 3 часа звонить куда-то войти отдел аккуратней такую тоже находили просроченную на самом деле то есть там и вода и все я в армию служил я гвозди могу вырабатывать ааа вот смотрите при выходе могут повредить организм все-таки непереработанные остатки понял какие у нас закаленная полиция вот так вот уйти здесь вот всех бы граждан так бы приучить бы гвозди есть и тогда проблем не будет с просрочкой все что угодно может потреблять да вообще наслышан то там как у нас в армии сейчас питание есть там проблемы с советских времен запасы вот эти вот конфеты меня очень интересуют вот эти коробка вот этого а это моя нет пусть она будет ваша я очень рада что она ваша да вот тут 10 месяц а у конфет сколько суток вы знаете я думаю они свежие полгода да а что вы не продавали нет ну прочитайте на коробке почему не продавали вы коробку не продавали вы же нам не продавали мы подозреваем что они опасны с этой целью кто говорят что они свежие говорят я вам ничего продавать не буду нет логика вот ваша нет логика вот ваша ну да я с этим согласна у вас стикера нет у меня нет давайте я то приобретаю согласны пробить нет конечно вот Киреева Наталья Борисовна УМ кто такой управляющий магазин да разрешите красотчица а эта шубка это эта шубка это была Киреева вон там и фотография висит управляющий магазин управляющий магазин ничего себе вы только товар мне отдавайте да а то они уточнили при полиции делаете товар мне отдавайте он будет изъят при полиции делается да при полиции если изъят да естественно сейчас уже пишет расскажи ему Мясом угостите меня я уголовное преступление совершенные сотрудниками дикси мне кажется мне кажется мне кажется это мы спровоцировали вы мне мешаете можно я сделаю возврат да хорошо делаете а можете сделать мне возврат раз у них не получается вот у меня есть чек я хочу сделать возврат можете в очередь не но вам не получается вдруг мне получится такой номер чека номер чека много можете мне сделать возврат вот у меня два чека есть на что на продукцию которая оказалась как мне кажется просрочена если вы ну я понятия не имею я не считать не умею я вот просто чеки вам предоставляю и требую возврата дальше уже ваше все находится в воле ну вот держи возврат хочу сделать сейчас я с одним закончу а вы что-то делаете я просто не заметил я думал вы зависли я вы зависли да подними мне возврат мне возврат сделают в конце концов а хорошо а когда примерно будет какой у вас по регламенту сколько на одного покупателя времени на возврат там написано там написано пять минут вы сказали магазин так не для того чтобы возврат возврат вообще немедленно делается мы не хотели я сейчас хочу мы не хотели наличными я делаю возврат по трассе только с IT отделом они должны позвониться а IT отдел а если не позвонят то все мы просто набираем то есть ждем каких-то звоночков сумму двойную продуктов понятно утройную а вот я согласен в принципе все публичное да все набирайте на утройную сумму продуктов говорит что ну я это услышал познакомиться можно еще разочек подтвердить значит если вы сейчас не прекратите я вообще уйду и никто вам возврат вообще не будет делать а мы кассу взимим ну давай взимай ты же изъял одну да не одну не одну не одну не одну ладно давайте если вы сейчас не прекратите опять вызовите я не прекращаю я продолжаю предлагаю я продолжаю продолжаю требовать возврата да не идти да я же обещал помогать такие вот замечательные люди у нас сегодня тут случайно купили этот товар и тоже оказался просрочкой блогер что ли конечно надоели блогер да согласен а еще надоела просрочка в дикси задолбали но я здесь реально случайно вот каким образом я занесло туда где вы и вы мне еще подкинули два пакета просрочки в отделении половины говорит мне подкинули какие вот дела все будем изымать это все дело администратор там видимо опомнилась и пытается что-то торговаться но торговаться как бы уже вряд ли получится с нами потому что они нас что снимаешь тут я давал разрешение тебе снимать вообще где находишься ты в магазине в общественном месте тут нельзя снимать вообще ужас нет пощады хамам и тем кто травит детей особенно вдвойне в двойне те кто и хамы и травят детей вот шуба но шубу шубу вы уже увидели наверное я сидел только объявил войну дикси священную ролик сегодня вышел и ты священную войну дикси объявил? да да сегодня будем слушать ролики регулярно по просрочечке ну не только в дикси конечно а вообще во всех магазинах но дикси вы знаете особенный магазин а че мы ее все-то закинем? а я стесняюсь я просто в федеральном розыске нахожусь за изнасилование дикси в особо жесткой порке дикси оно не то что я знаю оно давно просрочено 2 понедельника осталось бы все задержали меня думаете взять живым? и я вам не дамся я съем сейчас продукцию из дикси и живым вам не дамся что думаешь об этом магазине? прекрасный экземпляр из семейства дикси обычный такой обычный хорошая помойка думаешь да? обыкновенная то есть это а шуба тебе как? шуба шуба это ну шуба это выше среднего мне кажется шуба это ум мозг да мозг мегамозг довольно таки большой такой мегамозг но к сожалению и волосатый и лючь содержимое оставляет живое лучше вот так же как и продукции самого магазина то есть соответствует управляющий соответствует содержимое магазина неопытный интересно у меня просто воду подойдут воду? воду да огненную добрый день вечер да добрый вечер меня Наталья зовут у нас Владимир Владимир очень приятно Владимир я радиональный менеджер смотрите такая ситуация магазин сейчас темно не может сделать возврат на воду карту там физический сбой таблина будет до завтра но просто спокойно возлучить они могут сделать возврат наличными сейчас это все проходит по системе да все официально допустим у вас не устроен такой да короче чек возврата дадут да да согласно да согласно чек возврата смотрите только необычный чек смотри смотри мгодин делает возврат алле алле да да не слышим мгодин делает возврат да они пишут чек оригинал она оставляет ну хорошо чек нам нужен чек мы будем приобщать его на финалом уголовного дела чек вам нужен ваш брат правильно и основной чек тоже ну ваш чек да да а вы себе можете копию сделать но вы себе сделайте копию а нам пожалуйста да оригинал чека она прикладывает да оригинал чека не она прикладывает а мы прикладываем к уголовному делу она может приложить но ее ее изымит все равно изымит да в принципе важно да все равно да 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 в принципе мы согласны большинство согласно вернуть если можно и мы разберемся с чеками хорошо а не подскажите управляющий здесь это вот такая женщина забыл как тут фотография висит она просто не представилась подошла очень похоже на фотографию женщины и ну как-то не подобающие дела для управляющего не ну вообще управляющая была на месте да только она была без формы без бейджика не представлялась я понимаю что это была она скорее всего я все увидел не ну вы увидите в принципе да средства массовой информации об этом будет описано и даже по каждому видео все все подписывайтесь на канал фотохантер.ру там вы многое можете удать аддикции в том числе о своем именно регионе в котором вы отвечаете ну спасибо большое до свидания до свидания всего доброго ну чего там пишется сейчас просто будет более конкретный сотрудник по оформлению данного процессуального документа и составит по частности следствия здесь я понял ждем да по ходу из чека возврата все продукты нет но это понятно что они не будут играть полицейский полицейский тянет хотите палку по 2 28 смотрите у человека карман открыт можно насыпать а здесь с собой нет выбираем что сейчас ждете дело в том что у нас сотрудник не умеет писать он не это самое недавно служит поэтому не умеет это делать хотя там ну короче сочинение в школе писал вот ты сможешь описать все что видишь любой человек с нормальным количеством карманов не там вес там что там возврат хочу сделать ну если вас безналом не хотите то у меня нет никаких шансов получить то конечно дружище за камеру нет тогда уйди отсюда уйди отсюда я не буду уйди отсюда я не буду а что не понял что не надо не снимайся пожалуйста ну иди отсюда если не хочешь сниматься вон камера я тебя поймаю что ты меня сделаешь что здесь а что здесь это не поймать вот я уже стою иди сюда ну попробую ты что за мышки наружки спрятались в камеру смешной когда мальчик был количество людей уменьшается количество быдло увеличивается да все быдло одни вылни я я я хорошо хорошо чтобы признали в этом чего-то смотрите здесь ну чё где номер чек чё мне зачем мне зачем номер чек смотреть там очень мелкие а в смысле вам сказать цифру чек 174 кассовый чек вы просто много всяких 174 с конфетами 1 плюс 1 чек хотели не додать и пугайка и шоколадными яйцами пугайка ну а коробка без маркировки ну а дай это крабики твою маму ну что ну я могу убрать конечно но как они их вообще держали ну как как в холодильнике они точно сядут а чё их взвешивать там у них у каждого развесовка есть какое-то осторожнее бактериологическое оружие йогурт не проливайка агуша 8 да 8 штук а там внизу 40 нет я понял предназначен для детей дошкольного возраста давай вонючий а вон там сам ничего себе какой молодец сам диктуй тут оно разное да они просто разные у них срок есть 4 сентября а что нужно сначала палочки фу-фу-фу меридиан снежный краб снежный краб я бы их вообще открыл бы и тут случайно уронил в количестве двух а не не трех по моему или четырех даже что у них разный срок поэтому 4 сентября 2 а одно там октября 4 октября да пишите можно написать со всех сроком годности и все ну такие даты я писал как раз что вот это вообще точно сто процентов тут и плесень там уже вон и какие то ну да 4 сентября и один от 4 октября да я готов их даже сам содействие оказать отдельно может быть сразу в пакет там до ноября нет до 12 ноября до 12 ноября рыба это очень вы можете помочь тем что снимите просроченную продукцию с полок у вас там товар изымает смотрите полицейский вот по одной конфетке мы изымаем чтобы знать какие конфеты все все нет мы сейчас вот на кассе посмотрим шрифт и все вот мы посмотрим мы конфеты не возьмем вот сюда я на кассе буду конфеты смотреть посмотрите а что вы хотите посмотреть что мы списание сделаем можно ой сейчас подождите это на меня а это на меня или на него на кого на нос его уберите пожалуйста я с ним разговариваю а вы а вы кто в этом лице в этом деле я участвующее лицо а вы кто я участвующее лицо а вы посторонний человек так а вот это кто а вот это кто сейчас не вообще не имеет права дотрагиваться даже надо мне кажется удалить его он мешает следственным действиям удалите самостоятельно самостранитесь ну это вот для этого у меня есть органы применяйте я постоянно да сейчас я стесняюсь а не это 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 там уже видите все раз растащили давайте уберем этих лиц они реально все растаскивают уже там там сям давайте в одном месте мы же это описали прикинь не растащили просто потом пропадет это да уже растащили да тухлые тухлые все ну интересно все таки правильно а мы сегодня такую брали а вот смотрите теперь туалетную бумажку возьмите запасную мы доверяем нашим продавцам смотрите сколько там посрочные доверяете правда продавцам да мы давно ходим магазин хороший а на срок годности смотрите нет никогда не смотрю и доверяете да ну женщины хорошие у нас очень понятно да да ну там много лет ходим и нам нравится сидеть спасибо не открывайте пожалуйста мы старые тут те живем не мы не закроем закроют следственные органы 1 2 3 4 пакета видите защита вас уже вторая защита мы всех вас слушаем да ну не объяснили здесь вас дайте кушладов пломбирный со стихшим сроком на нас заявление хотят нам туда да подъезжать надо да или вы можете на нас заявление жалко хотелось бы получить на себе заявление на самом деле жаль изделили кондитерская торг пушкин не нет никого нет мы вот оба убрать на 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 берут 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 все верно все достаточно расхитите расхитите просрочки мы стараемся иногда вот так не выглядишь или вот так а сейчас ты тут покупаешь червей не беру но червей смотрю а попадает знаете я уже знаю примерно что и как гляну уже похоже не вот это вот это все просто даже конфеты да купили все я не гляну конфеты купила я только научу письмо на все все детское питание просрочно представляет детское питание а вот эти баночки я один раз обратила я вот я взяла все комфортивно вот аккуратно у нас детей и травят представляет и не стыдятся главное никакого нет чувства ответственности да ну правильно молодцы спасибо ну это в общем у нас был в Дикси на Стребищенском переулке дом 5 такой вот Дикси вообще шуба очень понравилась это ум ум Дикси это Диксиевский ум но если у них такой ум то что ждать как бы ну нечего ожидаемо на самом деле было потому что в этом месте вернее потому что это место находится довольно-таки далеко от метро всяких и они чувствуют здесь такими беспредельщиками бабульки к ним ходят кто у нас там записано сроки я не смотрю сроки но я им доверяю я не знаю что за люди такие вообще у меня стыдно вот за таких вообще людей это именно из-за них они продают если бы каждый смотрел бы каждый возвращал бы они бы не продавали а вот рассчитано на стадо который вот просто берет и несмотря покупает а еще при этом говорят что хороший магазин они все хорошие продавцы доверяют и почему-то всякие неадекваты кидаются именно на нас а не на них то есть если бы им каждый раз когда просрочка продают лицо бы разбивали да а не нам когда мы ее половину хотя бы хотя бы половина случаев неадекваты тоже тоже могут приносить пользу понимаете то просрочек бы тоже не было но мы против насилия на самом деле лучше их вот по закону привлекать вот ну все пишите что думаете об этом в комментариях подписывайтесь на канал на каналы на каналы нажимайте там колокольчик и ссылки собственно все будут в описании и инстаграм и телеграм канал тоже в описании в инстаграме там все самое новое свежее там и так далее в телеграме то же самое всякие прямые эфиры да прямые эфиры прямые эфиры в инстаграме в инстаграме давайте инстаграмеры подписывайтесь активнее и пока С Новым Годом С Новым Годом С Новым Годом поделарм с поведением да у это